Дорогие коллеги, я рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре. Как хорошо меня слышно, поставьте, пожалуйста, как всегда, плюсики. Вот кто-то даже ставит заранее, плюсики все уже знают. Спасибо, спасибо, вижу. Ну что ж, у нас сегодня новый вебинар, и я хочу вам сегодня представить Татьяну, которую многие из вас хорошо знают по прошлому году. У нас сегодня не просто вебинар, а начало трека Татьяны Телегиной. И она в этом году проведет ни много ни мало 20 вебинаров. У нас и вообще у нас в нашей Директ-Академии есть ряд спикеров, которые ведут вебинары. Поэтому я вам сегодня представляю Татьяну, но еще хочу следующие два вебинара представить. Сейчас я их ссылки на них положу в чат. Это тоже вебинары, которые ведут наши постоянные спикеры. Марина Орешко проведет в понедельник 9 октября вебинар, который называется «Ленты времени и цифровые хроники». И 10-го Юрий Николаевич Белоножкин продолжит тему, связанную с подготовкой учебных ботов. Оба эти вебинара – это продолжение треков соответствующих спикеров. То есть каждый из них будет примерно раз в месяц или два раза в месяц выходить в эфир и что-то нам рассказывать. А сейчас я, как всегда, хотел бы обратить ваше внимание на две ссылки в самом начале чата. Это первая ссылка на наше расписание. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары нашего учебного года. И вторая ссылка – это ссылка на записи наших вебинаров. Записи появляются у нас в течение недели после проведения вебинаров, часто быстрее. Как правило, в конце недели. Ну и этот вебинар тоже записывается и будет на этом портале тоже выложен. Ну что ж, да, все присутствующие получат именной электронный сертификат по почте через некоторое время после проведения нашего вебинара. Ну что, вот и все от меня. Я передаю слово Татьяне для... Спасибо, Павел Юрьевич. Уважаемые коллеги, всем доброго дня. Давайте сначала проверим тоже связь. Хорошо ли меня видно, слышно, видно ли рабочий стол. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Ага, спасибо. Отлично. Все в порядке. Замечательно. Тогда можно начинать. Ну, во-первых, коллеги, хочу вас поздравить с прошедшим профессиональным праздником Днем Учителя. Пожелать вам всего самого-самого хорошего, доброго, светлого и замечательного в нашей жизни. И профессиональных успехов, естественно. И надеюсь, что сегодняшняя наша встреча будет для вас таким, ну, небольшим, может быть, подарком к празднику. Пусть немножко с опозданием, но тем не менее. Надеюсь, что сегодня каждый из вас найдет что-то полезное, что-то ценное для себя из той темы, которую мы сегодня будем с вами рассматривать. Тема у нас называется, так как несколько, может быть, необычно, тайм-онлайн, полезные тайм-хаки для преподавателей и студентов. Почему я взялась за эту тему? Обычно я веду вебинары в цикле школы научной публикации, связанные с библиографией, оформлениями, с текстами. Попробуем погромче. Те, кто в прошлом году приходил на наши вебинары и уже знает, в основном мы встречались по темам оформления, по темам каких-то работ с текстами, со статьями. И вдруг тайм-менеджмент. Ну, во-первых, не вдруг. Тайм-менеджментом я занимаюсь с 2006 года, с того момента, как пришла в компанию организации «Времени» Глеба Архангельского. И вот все эти почти 11 лет эта тема является одной из основных, наверное, в моей жизни и профессиональной деятельности. Являюсь заместителем заведующего кафедры университета «Синергия». Это была первая кафедра в российских вузах, именно кафедра тайм-менеджмента. И являюсь автором первого учебного непереводного пособия по тайм-менеджменту. Если, ну, наверняка кто-то видел, может быть, кто-то читал, тайм-менеджмент «Полный курс» под редакцией Глеба Архангельского. Там четыре соавтора вышла в издание «Альпина Паблишерс», уже несколько переизданий выдержала. Поэтому для тех, кто интересуется темой тайм-менеджмента, очень рекомендую посмотреть, почитать. Это будет полезно и преподавателям, и для студентов. Писали для студентов простым человеческим языком, поэтому читается очень легко. И так как я являюсь и преподавателем, и иногда студентом учусь, и занимаюсь тайм-менеджментом, то за время такой профессиональной деятельности эта тема уже стала частью моей жизни. И накопились то, что можно назвать тайм-хаками или лайф-хаками, какие-то приемы, правила, которые помогают мне в практической деятельности, в моей профессиональной деятельности, да, и просто по жизни. Вот этим мне сегодня с вами и хотелось бы поделиться. Яна Юрьевна, я в конце вебинара напишу название и скажу, где ее еще купить. Сейчас я вас просто ориентирую по литературе, а более подробно, где взять материалы, дополнительные материалы, это я уже ближе к концу вебинара обязательно напишу, расскажу и скажу, где добыть. Спасибо. Так, Геннадий Васильевич задает у нас сразу с места в карьер вопрос, имеет ли тайм-менеджмент к онлайн-деятельности и преподаватели особой закономерности. Так, спасибо за хороший вопрос. Если говорить о тайм-менеджменте применительно к онлайн, к онлайн-обучению, то, скажем так, закономерности, которые присущи тайм-менеджменту вообще, они действуют и там. Разница будет только в применении, либо возможности или невозможности применения тех или иных инструментов, которые мы можем выбирать уже под себя. Например, вот дальше мы с вами сейчас будем смотреть. Правила планирования, они действуют что для онлайн, что для оффлайн. Поэтому особых таких закономерностей, особых каких-то отличий от того, что мы применяем в оффлайне, как такового нет. Разница только в технологиях, в инструментах, в носителях, с помощью чего мы эти или иные принципы можем реализовывать. Вот это, наверное, основное отличие. И, готовясь сегодня к сегодняшнему вебинару, сегодня в ближайшие дни мне почему-то постоянно начали попадаться информация, сообщения, посты в социальных сетях, в интернете на тему, почему не работают планы, почему мы попадаем постоянно в цейтнот. И вот буквально на днях, дня два, наверное, назад попалось такое активное очень обсуждение в одной из профессиональных групп для предпринимателей, что делать с задачами, которые постоянно перетаскиваются. И за дня в день вот эти вот перетаскиваемые таски. И сначала меня удивил подход тех, кто пытался давать советы человеку. Все советы лежали как раз в плоскости технологий, инструментов, сервисов, что выбрать, какие инструменты подойдут для того, чтобы автоматически перетаскивались задачи изо дня в день. И только один человек сказал очень хорошую фразу. Коллеги, дело не в инструменте, инструмент вторичен. Дело в тех принципах и в той методике, которую мы применяем. И действительно, он был прав. И как-то повернулось обсуждение в нужное русло. Начали же обсуждать, какими правилами руководствоваться, почему так происходит и почему не работает. Вот если знать простые правила, простые принципы, на которых базируется весь тайм-менеджмент, то для нас уже выбор инструментария, выбор технологии – это задача вторичная. Здесь мы уже исходим из специфики своей деятельности и из своего психотипа. Кому-то подходит одно, кому-то подходит другое. И незаметно для себя мы реализуем первый принцип тайм-менеджмента. Это один из первых принципов – это индивидуальный подход, или как любит его называть Клеп Архангельский – интпашив. Мы можем брать для себя то, что подходит именно нам, и формировать свою собственную систему тайм-менеджмента. Поэтому сегодня мы больше будем с вами говорить о тех приемах, о тех методиках, методах, которые присущи тайм-менеджменту, и которые мы можем взять для себя и использовать. И примеры я вам буду показывать из собственной практики. Сразу скажу, это все то, что пробовала сама на себе, пробовали мои студенты. И вот такой небольшой экскурс в нашу практику мы тоже с вами сегодня устроим. Ну, первое. Пока я читала этот душещипательный пост о постоянном перетаскивании задач, и что я ничего не успеваю, я сразу насчитала, что там было нарушение как минимум трех правил планирования, ежедневного планирования и краткосрочного. Вот эти пять правил сейчас перед вами. Первый – это письменный вид. Есть такая хорошая фраза – «Самая острая память тупее самого тупого карандаша». И это действительно так. Все, что мы планируем, обязательно должно быть вынесено из нашей головы, записано на любой носитель. А вот в каком виде мы будем, какой носитель мы будем использовать для этого, это уже зависит от нас. Кому-то удобнее и приятнее бумажные ежедневники, еженедельники, кому-то стикеры, кому-то электронные планировщики. Стикеры, да, вот Евгения Юрьевна сразу среагировала на письменный вид в виде стикеров на компьютере. Самое главное только там тоже создавать хороший обзор этих задач на компьютере, чтобы, во-первых, они не закрывали от вас монитор, иначе у вас просто получится контекстная доска или доска напоминалок. И второе, знаете, тоже есть такая хорошая фраза, две даже фразы по поводу стикеров. «Стикер позавчера может закрыть стикер на сегодня», да, то есть расстановка приоритетов. Здесь должна быть некая система отработана. И второе стикер, штука, конечно, хорошая, но через полгода клей высыхает, он отваливается. Это вот как раз к перетаскиванию задач. Следить за порядком перемещения задач, горизонта планирования и расстановка приоритетов. Вот что нужно помнить, если мы пользуемся стикерами на компьютер в качестве системы планирования. Елена Анатольевна у нас подсказывает Google календарь. Да, любые календари, Mail, Google, Outlook, кстати, очень здорово тоже подходит, как система электронного планирования. Он идеально заточен под вопрос тайм-менеджмента. Там только требуются минимальные настройки. То, что стоит по умолчанию, не всегда удобно. Но настроить его можно. Да-да-да, Елена Юрьевна, совершенно верно. Заклеишь весь компьютер. Следите за частотой монитора. И в любом случае, чем бы мы ни пользовались, Google календарем, Outlook, вот эти правила планирования, они должны обязательно присутствовать. Бумажными ежедневниками, стикерами, выделение приоритетов, реалистичность и гибкость. Вот по этим правилам мы коротенько с вами и пройдемся. Это первый хак, который следует помнить, когда мы занимаемся планированием, чтобы у вас изо дня в день одни и те же задачи не переползали. Письменный вид. Обязательно записываем все свои планы. Это касается и целей, и нашего ежедневного планирования. Но если наши дела и задачи рассматривать, как систематический процесс достижения наших целей. Вот очень интересное исследование по поводу целей проводили в Гарвардском университете. Это был целый глобальный проект на протяжении 75 лет. Они отслеживали профессиональную деятельность, успехи, достижения своих выпускников. И там очень много параметров рассматривалось. И вот один из пунктов был зависимость уровня заработной платы и социального роста, карьерного роста от наличия цели. Так вот оказалось, что только 3% выпускников свои цели не только видели, но и записывали, формулировали их грамотно и, соответственно, занимались систематическим планированием, выстраивали систематический процесс по достижению цели. Их оказалось всего 3%. Но у них и самый высокий уровень заработной платы, и самый высокий уровень карьерного роста, социального статуса. Ну и дальше те, кто просто записывал цели кое-как, это 14%, ну и 83% тех, кто вообще ничего не записывал. Это к вопросу о материализации. Да, вот один из принципов тайм-менеджмента – это материализация. Все должно быть записано. Носитель мы выбираем уже для себя. Да, вот Геннадий Васильевич нам подсказывает. Google календарь, смартфон, уведомления, синхронная интеграция. Да, да. Вот вам, пожалуйста. Чтобы задачи не перетаскивались у нас изо дня в день, если это начинает происходить и больше трех дней, следует задать себе вопрос, а для каких целей эти задачи нам нужны, а привязаны ли они к нашим целям. Ведь определение тайм-менеджмента – одно из определений, существует много, но вот то определение, которым пользуемся мы, эта технология, позволяющая невосполнимое время жизни, использовать в соответствии с личными и бизнес-целями и ценностями. То есть все задачи, все дела, все, что мы берем, мелкая, не очень мелкая, крупная, слоновые задачи, лягушки, все это так или иначе должно соотноситься с нашими целями и ценностями. Если этого нет, если нет этой связки, тогда задавайте себе вопрос, нужно ли это делать раз, нужно ли это делать вам два, тогда вас дает вопрос делегирования, и для каких целей, насколько это важно, и для каких целей эти дела и задачи будут иметь значение. Если ответа нет, тогда подумайте очень хорошо, нужно ли тащить эту задачу за собой изо дня в день. Значит, следует принимать какие-то кардинальные меры, чтобы монитор у нас стикерами не заполнялся. И суть тайм-менеджмента, она проста. Не успеть сделать все правильно, все сделать мы не успеем. Это уже к вопросу о расстановке приоритетов. А успевать делать правильные дела, главные дела. Вот тогда мы можем сказать, что да, жизнь прошла не зря, и день прошел не случайно. Еще один аргумент в пользу материализации – это ограничение нашей кратковременной памяти, так называемый кошелек Миллера, или волшебное число 7 плюс минус 2. Джордж Миллер, американский ученый-психолог, в 1956 году провел серию экспериментов и установил, что кратковременная память может запоминать только ограниченный объем информации. Как мне недавно сказали мои студенты на занятиях, объем памяти нашей оперативки сильно ограничен вот этим волшебным числом. И наша кратковременная память – это такой своеобразный кошелек, в который можно одновременно положить 7 плюс минус 2 монеты – напоминалки о делах и задачах. Причем при этом наша память не пытается анализировать смысл этой информации, суть этой информации, а запоминает только, как бы для нее важны вот эти физические характеристики. Неважно, какие монеты мы положили, копейка или рубль или 10 рублей, главное, чтобы их было по количеству 7 плюс минус 2. Ну вот что и как мы можем запомнить, и сколько, вот примерно исследование Джорджа Миллера здесь есть на слайде. Если мы пытаемся запихать в нашу краткосрочную память большее количество объектов, происходит вот тот самый эффект вытеснения информации, либо забывания. Последнее вытесняет что-то предыдущее, но не факт, что это предыдущее менее важно, чем та последняя информация, которую мы пытаемся запомнить. Поэтому для нас очень важно соблюдать этот принцип материализации, записывать все, что можно записать. Стараться по максимуму разгрузить свою голову. Еще одна хитрость. Помнишь весь алфавит? Замечательно. Есть, конечно, исключения, Евгения Еревна, некоторые помнят и несколько алфавитов. Но вот что касается наших дел и задач, то больше 10 пунктов, которые мы стараемся запомнить, они могут создавать для нас большие проблемы. И потом, если мы загружаем свою голову не забыть, написать, позвонить, сказать, сходить, отметить, поставить и так далее, то сил и объема нашей памяти на принятие каких-то важных решений, поиска нестандартных решений в нестандартных ситуациях уже просто может не остаться. Мы либо будем забывать вот это, либо мы не сможем проявить достаточный креатив там. Поэтому здесь нужно для себя понять, что для нас важнее. Тот же Альберт Эйнштейн никогда не записывал, например, номер телефона. Когда его спрашивали, ваш домашний номер телефона, он всегда лез в записную книжку. И если у него спрашивали, а вы что, не помните, он говорит, а зачем, если есть записная книжка. Поэтому здесь, конечно, нужно понимать, для чего вам это нужно. Если нужно запоминать большой объем информации, Евгения Юрьевна, и ни один алфавит, и ни на одном языке, естественно, конечно, пожалуйста. Мы говорим о простых делах, задачах, которые можно вынести из главы. И не всегда работают. Но самый простой способ – это тудулист. Кстати, здесь очень важно тоже такой хак, который мы с нашими студентами заметили. Правила 10 пунктов. Мы так привыкли к этой магии круглых чисел, что нам проще округлять. То есть некое упрощение вводится. И подсознательно везде, где есть неокруглое число, мы стремимся его округлить. Если список заканчивается на 9 пункте, то всегда возникает желание записать еще 10 пункт. Вот с этим мы очень часто сталкивались на занятиях, когда студенты составляли свои тудулисты. И у большинства такой вот краткий пункт, краткий список на текущий день состоял из 10-20 пунктов. Спрашиваю, а сколько из этих задач можно было не делать? Оказывается, что 1-2 точно можно было не делать. То есть есть всегда риск добавить к этой заветной десятке какой-то пункт дела, которого там быть могло и не быть, или не должно было быть. А это может вызывать прокрастинацию. Мы начинаем эту задачу откладывать, и, соответственно, вот оно, перетаскивание наших тасков, и за дня в день начинает идти. Поэтому вот правило 10 пунктов – это вот такой хак, которым мы пользуемся. И не всегда имеет смысл составлять глобальный тудулист, расписывать 25, 28, 34 пункта. Есть хороший способ, который называется «Магия трех желтых стикеров». Это правило канадского миллиардера Кевина О'Лири. Да, вот философия минимализма стороной тайм-менеджмент не обошла. Да и не всем, кстати, длинные списки подходят. Вот он применяет такой способ – «Магия трех желтых стикеров». На желтые стикеры записывают три главных дела, три приоритетных дела, которые занимают больше всего времени, являются наиболее важными на сегодняшний день. И день начинает с их выполнения, оставляя на потом все остальные дела, пока не сделаны эти три. «Желтые задачи, к другим делам не приступают». Смысл в том, что нельзя перескакивать, нельзя заниматься чем-то другим, пока не выполнены эти три дела. То есть здесь тренируется и фокусировка на главном, и концентрация. Но вот вопрос, какие дела записывать на эти три желтые стикеры. Одно дело может занять у нас час, одно – полтора часа, а может быть на этот желтый стикер попадется задача, которую за один заход, даже за один день сделать невозможно. Что делать с этими крупными задачами? Стоит ли ее записать и весь день потратить только на выполнение этой задачи? Конечно, нет, для этого существует два способа. Ну и еще один прием, конечно, как втянуться в выполнение этого дела, если оно большое. Ну вот совмещение двух способов. Слон в помидорах, такое своеобразное тайм-менеджерское меню. Кстати, коллеги, кто знаком с техникой нарезки слона в тайм-менеджменте? Что такое слоновая задача и что с этим делать? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Кто про это слышал или применяет в своей практике? О, Павел Юрьевич, почему даже? Даже и не сомневалась, что вы знаете. Так вот, коллеги, знатоки-слоноведы съешь слона по частям. Ага, слышала, но не применяю. Отлично. Так вот, вопрос к знатокам-слоноведам. А как разделить слона на части? Так, чтобы это можно было применять в своем ежедневном планировании. Кто может написать в чат, напишите. Разделить слона на части, пока мы ждем ответы. Да, это верно, Эльвира Ариатовна, но там есть несколько простых правил, которые следует соблюдать, чтобы это действительно была та часть, которую мы в течение дня сделаем. Слоноведы. И тишина. Во-первых, следует помнить, что многое зависит от формулировки задачи. Как мы ее себе поставим, так мы ее и выполним. Сделать основную часть. Ага. Так, хубот или ухо? С чего начнем? Кстати, в последнее время мы немножко переделали слона на шоколадного слона, потому что детям на занятиях стало жалко резать слона на кусочки. Поэтому мы решили обойтись вот таким глобальным бельгийским шоколадным слоном, которого есть вроде бы уже и не жалко, и приятно. Делить приходится по обстоятельствам. Скорее, выбирать приходится по обстоятельствам. Первый шаг, который мы делаем, мы большую задачу делим, делить нелюбимые дела по частям, кушать их с удовольствием. Да, кушать с удовольствием. Начать со сложного. Ага. Это уже к действиям. Это уже к действиям, как выполнять. Размер кусочка определяем по возможностям. Это к сообщению Евгении Юрьевны. Начать с головы. Сначала нарезаем, а потом уже мы выбираем при планировании своего дня, исходя из тех обстоятельств и ситуаций, которые на сегодняшний день есть, какой кусочек съесть. Очень важно, чтобы подзадача, на которую мы делим нашего слона, то, что в тайменеджменте называется бифштексов, был реальный. Есть два понятия этих бифштексов. Реальный и иллюзорный. Иллюзорный сформулирован так, что мы не видим результата. В самой формулировке. Почитать правила грамматики к слону изучения иностранного языка. Вроде бы правильно, хорошо составлено. Но какую команду мы даем нашему мозгу? Прочитай правила грамматики. Вечером прочитал, книжку закрыл, утром встаем, чистый файл. Наш мозг от лишней информации избавляется и делает правильно. Он себя защищает. Дали команду прочитать. Прочитал. Галочку поставил. Все. Обязательно должно быть практическое подкрепление. Выучить. Не прочитать, а выучить два правила грамматики. Или одно правило грамматики. И сделать на него два-три упражнения. Опять же, размер этих упражнений. Количество. То есть размер бифштекса. Да, Наталья Викторовна, совершенно верно. Глагов в повелительном наклонении. Еще с восклицательным знаком. Запомни. Выучи. Напиши. Сделай. И размер должен быть по нашим возможностям. Для кого-то 60 слов в день выучить иностранных. Это не вопрос. Для кого-то 10 – это уже задача хорошего размера бифштекса. Есть еще несколько моментов, которые мы в нашем курсе по тайм-менеджменту разбираем. И тренируемся с такой разделкой своих рабочих задач. Уже более конкретно. Сейчас на них не буду останавливаться. Но есть еще несколько нюансов, которые здесь важно помнить. Кроме размера и повелительной формы. И практического подкрепления. Помидорная техника помогает нам втянуться и выполнить эти кусочки слоновых задач, если они не очень приятны. Не всегда даже целиком увлекательная задача. Весь увлекательный шоколадный слон. Но если есть его постоянно, то от шоколада может и захотеться чего-то другого. Да, 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 Евгений Юрьевна совершенно верно. Слон может быть любой, не связанный с заучиванием. Мы просто взяли это в качестве примера. Может быть годовой отчет, может быть заявка на грант. Вот, кстати, заявку на грант год назад мы заполняли в одном из вузов. Писали именно вот так. Разделили на кусочки. Причем еще с элементами делегирования. Распределили между собой в команде, кто какой кусочек делает. И, в общем-то, мы успели в короткий срок. Нам просто поздно сказали о возможности подать грант. Но мы успели чудесным образом, благодаря применению этой техники. Не все из этих кусочков приятны, поэтому используется техника помидора. Поэтому у нас и слон-то в помидорах. Кто знает, может быть применял. Что это за техника? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. 8 человек из 99 или остальные просто решили скромно умолчать о своем знакомстве. Значит, техника не новая. Ага, Геннадий Васильевич у нас поставил минусик. Я их не слышал. Хорошо, спасибо за честность, за честное признание. Значит, о Надежде Ивановна тоже не знакома. Тогда вкратце рассказывайте о тех, кто не очень. Да, Евгения Юрьевна, Франческо Черилло, конец 80-х, даже, по-моему, 84-й, даже раньше год. Почему именно помидорная техника? В качестве такого измерителя времени таймера он использовал кухонный таймер в виде помидора. Вот поэтому отсюда и название пошло. Выделяем 25-минутные промежутки времени на решение задачи. И через каждые 25 минут делаем 5 минут перерыва. Еще одно важное условие эффективного применения этой техники – это через каждые 4 помидора делать большой перерыв на отдых. Хорошая штука, хороший прием и для решения слоновых задач, и для втягивания, вовлечения в процесс работы. Во-первых, это не так страшно. Кстати, размер помидоров в разных источниках, если посмотрите, он может варьироваться. 25 минут, где-то 15 минут, где-то 20 минут. По-разному может быть. Опять же, в зависимости... Некоторые задачи... Ага. Поэтому, опять же, исходим из своей ситуации. Из тех задач, которые перед нами стоят, и из наших возможностей. Вот интересно, у нас пишет Елена Геннадьевна. Применяла, но через определенный промежуток времени поняла, что некоторые задачи требуют большего времени. Ага. И начался бурный рост помидоров. Так вот, в любой технике, в любом инструменте есть свои преимущества, есть свои ограничения. О преимуществах мы уже сказали этой технике, этого метода. В чем его ограничение? Вот Елена Геннадьевна уже заметила, нам сказала. Так, подвела нас к этой мысли. Коллеги, как вы думаете, в чем ограничение применимости этого способа, этой помидорной техники? В самой задаче не всегда удобно, много суеты. Ну, быстрые результаты – это скорее преимущество. То есть, смотрите, ко всем задачам эта техника применима. Она применима только к тем задачам, которые мы можем, не требуют нашего такого погружения. Например, написание текста или написание статьи. Если мы попадаем в состояние вот этой творческой концентрации, творческого потока, то каждые 25 минут вырывать себя из вот этого контекста может нанести больше вреда, чем пользы. Поэтому, если нет возможности разделить задачу на короткие промежутки времени и в них ее успевать делать, то лучше этой техникой не пользоваться. Да, то, что может быть разделено. Для коротких неприятных лягушачьих задач, кстати, еще один термин из тайм-менеджмента – мелкие неприятные задачи, которые не требуют больших сил, времени, затрат, но эмоционально, может быть, они для нас неприятны, но мы понимаем, что где-то за полчаса, за 15 минут мы эту задачу выполним, и вот тогда эта техника вполне подходит. То есть смотрите по характеру задачи. Не везде эта техника срабатывает, иначе у вас помидоры будут действительно расти. Но есть еще там несколько нюансов, как эту технику применять, в курсе мы тоже об этом говорим. И получив большое количество наших слоновых задач. Да, Евгения Ильевна, есть такое. Задачи, поставленные руководством, авральные. То, что невозможно вписать в помидорную технику, может сбить весь график. Ну, авралы, к сожалению, никто не отменял. Нам их периодически создают, и остается только действовать в этих условиях, опять же, применяя расстановку приоритетов. Кстати, о расстановке приоритетов. Еще одно правило из правил планирования и планирования своего дня. Есть несколько методов, которые нам позволяют это сделать. Вот со студентами мы начинаем с такого пузырькового метода, метод попарного сравнения. Здесь все очень просто. Составляем просто список задач на день. И, начиная снизу, их сравниваем. Почему пузырьковые? Видели, как вода поднимается, когда закипает? Пузырьки сталкиваются между собой, кто-то опережает, одни опережают, другие, и постепенно добираются до верха. Ну, и вот примерно схемой здесь представлена, как это можно осуществлять. Кстати, студенты у меня очень часто пользуются именно этим методом. При расстановке приоритета, определении приоритета в своих ежедневных задачах. Очень быстро, легко и просто делается. Но здесь выбирается один критерий. Чаще всего либо срочность, либо важность. Если критериев у нас больше, очень хорошо работает для расстановки приоритетов следующий способ. Он же хорошо работает в ситуациях выбора одного варианта из множества. Ну, вот здесь мы делали такой пример, выбор покупка ноутбука. Записываются критерии, по которым мы будем оценивать каждый из вариантов. Затем каждому критерию присваивается вес и определяется бальная шкала. Ну, мы взяли трехбальную. Ноль не подходит, единица хорошо, но есть какие-то замечания, и два – это великолепно. Ну, и в результате небольшого подсчета у нас получается некий итог. То есть объективное представление о преимуществах и ограничениях того или иного варианта. Вот сама, кстати, с помощью этой таблицы покупала себе ноутбук несколько лет назад, года три, наверное, назад. До сих пор работает, нареканий не вызывает. Работает как такая рабочая лошадка. Опять же, с помощью этой матрицы много критериальной оценки. Помогает нам, во-первых, проверить наши интуитивные догадки. Во-вторых, посмотрите, если бы мы этого не делали, а старались удержать в голове, то сколько нам критериев пришлось бы удержать. Здесь пять критериев и пять вариантов. Где-то 5 и 5 – 25 позиций. Еще сравнить их между собой и сделать выбор в пользу лучшего. Не лучший вариант загружать этим голову. Обязательно что-нибудь упустится. А, поняла, Евгения Юрьевна спрашивает про батарею. Нет, выбрала совершенно другую модель, там, где мощность не подвела. Здесь мы рассматривали только пример. Этот пример заполнения. И этот же способ можно использовать. Еще один из таких хаков. Способ многокритериальной оценки, упрощенный вариант для расстановки приоритета в своих ежедневных делах. Способ, который называется «Три магических вопроса». Очень простая вещь, также записываются ежедневные задачи, но вот здесь мы выбираем только три критерия, по которым мы проводим оценку. И уже не бальная система, по умолчанию мы… Да-да-да, Евгения Юрьевна. Ага, заметили, молодец. Люблю внимательных зрителей. Специально иногда оставляю такие вещи на слайдах. Выбираем три вопроса, три критерия, по которым мы проводим оценку задач между собой. И дальше простое действие плюс-минус. То, что набирает больше плюсов, является наиболее приоритетной задачей на сегодня. Ну а дальше две задачи у нас набрали одинаковое количество. Мы делаем выбор с точки зрения затрат времени. Выслать счет – это считанные минуты, рассчитать бюджет – займет гораздо большее количество времени. Поэтому сначала делаем то, что в два клика, а потом уже занимаемся более… Работой требующей концентрации и фокусировки, чтобы не отвлекаться на мелкие действия. Еще один способ покажу – это расстановка приоритетов. Называется метод Гетмана по фамилии ученика, который этот способ применял. Студент второго курса сделал вот такую работу. Причем это не было заданием. Это он делал самостоятельно, по собственной инициативе. И у человека была цель. На третьем курсе была возможность поехать на стажировку и на обучение. Была программа обмена с Пекенским университетом. Он очень хотел попасть в эту программу, но требовалось… Во-первых, знания китайского с этим проблем не было, учил. Набрать определенное количество баллов для того, чтобы попасть на конкурс. Так как с успеваемостью было не очень, то он разработал вот такую систему, как набрать достаточное количество баллов для себя. Сделал потрясающую работу. Это было целое исследование. Он взял учебный план, сделал по семестрам, выбрал те предметы, которые изучаются в этом учебном плане, данный семестр из этого учебного плана. И сделал вот такую табличку по приоритетности. Распределил эти зачеты и экзамены, сколько баллов нужно набрать, максимальное и минимальное количество, для того, чтобы распределить свои усилия при подготовке к зачетам и экзаменам. Плюс еще самостоятельно ввел учет баллов по ТКУ, к текущему контролю успеваемости. В дальнейшем, это было во втором семестре. На третий-четвертый семестр он эту схему оставил ту же самую, а табличку приоритетности несколько переделал. Для него так стало удобнее. За сколько я создаю? Два года, но он до этого еще учил. Делал он эти таблички в конце первого семестра. Как раз в первом семестре мы изучали тайм-менеджмент, и в конце первого семестра он занялся этим вопросом. Вот этот интересный прием для подготовки под заголовок, это описание его опыта. Оформил в виде текста, в виде такой небольшой статьи, и подробное описание, как пользоваться этим методом, у нас в курсе тоже есть. Могу с вами поделиться. Для тех, кто придет. Можем посмотреть, выделить. Там есть, конечно, свои, может быть, ограничения, может быть, недостатки, но в целом система сработала, человек на стажировку попал. Потом уже в конце четвертого курса он рассказывал, да, говорит, съездили, было замечательно. Вот такой пример использования. Он разработал свой способ, свой метод расстановки приоритетов в зависимости от достижения цели поездка на стажировку и от необходимости тех или иных предметов в своей будущей специальности. То есть, насколько мне это пригодится. Человеку еще было четкое видение, кем он хочет работать, по какой специальности, где после окончания вуза. На первом семестре этого не было. То есть, каким инструментом можно пользоваться для планирования, чтобы реализовать все эти принципы. Можно сделать самостоятельно, можно сделать свой. Есть хороший ежедневник по методу Глеба Архангельского, есть ежедневник для студента, есть просто ежедневник по методу Архангельского. Вот здесь все основные моменты, которые следует учитывать, уже заложены в самой форме ежедневника. Вот эти три задачи наверху – это те самые три желтых стикера, с которых мы начнем наш день, которые в течение дня мы будем выполнять. То, что с восклицательным знаком – это приоритетная задача, ключевая задача для достижения какой-либо своей долгосрочной цели. Как правило, у нас их несколько, и что мы будем делать сегодня, какую задачу для достижения какой цели, мы можем решать уже по ситуации. Одна небольшая лягушечка, одна мелкая задача, но имеющая важное значение, и вот тот самый кусочек, не весь слон, а кусочек от слона, который мы тоже сюда записываем. Также есть разделение планирования по типам задач. Почему еще иногда списки туду-листы или наши планы не работают, мы стараемся вести жесткое планирование. На самом деле у нас несколько типов задач нашим ежедневным планированием, которые необходимо учитывать. Пользуемся ли мы бумажным ежедневником? Тот же самый принцип разделения задач по типам подходит и для электронного планирования. Это жесткие встречи и гибкие задачи. Очень часто мы их путаем, мы стараемся то, что относится к гибкой части, переносить в жесткую. Одно какое-то впечатление, главное впечатление от сегодняшнего дня – это под списком наших задач. И вот это изображение, символ с подарочком – это то, что какая-то награда за сегодняшний день. Ну и плюс какие-то краткие рекомендации на каждой странице ежедневника есть, это тоже достаточно интересно. Полезности, полезные советы по ведению планирования. Вот эта система позволяет нам разобраться с нашими задачами, не перетаскивать изо дня в день то, что постоянно тащится, и реализовывать еще принцип контроля за приближением сроков для решения задач, так называемый горизонт планирования. Как еще можно оценить, ну для тех, кто не любит записывать, не любит вести планирование, задачи, как можно оценить результативность своего дня, есть такой вот экспресс-метод по методу Лоттера-Зайверта. Пять пальцев, пять вопросов, которые мы себе задаем в конце дня. Насколько он был результативным, насколько мы действительно с пользой потратили наше время. Постепенно отвечая на вопросы, загибаем пальцы. Мизинец, мысли, информация, знания. Какая ценная мысль сегодня пришла мне в голову? Какую новую информацию я получил? Какие новые знания? Что я сегодня узнал нового? Будрость духа и тела. Это оценка того, в каком ресурсном состоянии я находился в течение дня. Удалось ли мне выйти из побородия, например, негативные эмоции, если они возникали? В каком настроении я заканчиваю свой день? Ну и в каком состоянии в тонусе или полностью разбитом? Если все хорошо, пальцы загибаем. Саморазвитие. Что я сегодня сделал для своего духовного роста? Что в области своей самореализации? Услуги. Что я сделал не для себя, а для других? Что я отдал этому миру? Цель – это то, что мы берем. Фактически это связано с миссией. Миссия – это то, что мы отдаем. И большой палец, большая цель, какую из задач сегодня для достижения своей долгосрочной глобальной цели я сделал? Было ли это дело? Если все пять пальцев загибать, то наша жизнь пойдет на пять. Вопрос. Геннадий Васильевич нас спрашивает. Поехал ли Гетман в Китай? Да, поехал и успешно вернулся. Кстати, этот метод действительно расстановка приоритетов, такое осознанное отношение к сдаче экзаменов и зачетов, оно помогло достичь ему своей цели. Еще один способ оценить результативность расходов времени в течение дня – это способ Бенджамина Франклина. Примерно выглядит так. Утром задаю вопрос, что хорошего, полезного, важного сегодня мне нужно сделать? И вечерний вопрос – а что было сделано? Ну и, соответственно, оцениваем, да, Оксана Викторовна, знакомый способ, да, оцениваем, как прошел наш день. Есть еще один способ планирования, уже не столько связанный со временем, сколько, хотя время там тоже присутствует, но не настолько жесткий, да, и несколько иное представление информации. Двумерные графики. Очень часто, вот мне попалась очень интересная информация, как применяют двумерные графики для своей творческой работы различные писатели. Применяли и применяют. Вот, к примеру, у Ильяма Фолкнера на фотографии. Все, что ему нужно сделать по работе над своей книгой, когда он ее писал, описал на нее около 10 лет, и по выходу в свет, она не только стала бестселлером, но и получил полицейскую премию. У него на стенах спальни написан план работы по дням, по дням недели, в какой день, над чем он работает. Еще один интересный вариант работы с текстами – это пример такого двумерного планирования, используемого двумерных графиков, ну, например, Джоанна Роулинг, так называемая сюжетная таблица, где есть таймлайн, вот здесь слева, да, номер глав, затем таймлайн – это не когда, не ее дедлайны, не когда она пишет эту главу, а когда происходит действие. Название главы, в середине – основной сюжет, дополнительная информация по сюжету и пять еще не основных сюжетов. То есть вот этот один листочек – это фактически подробный план написания одной из ее книг, по-моему, пятую книгу для пятой книги, ее многологии про Гарри Путера. Вот это вот сюжетная таблица, которая позволяет отслеживать развитие сюжетов, намечать, вносить коррективы, и фактически это уже такой готовый скелет книги. Кстати, подобной таблицей мы пользовались, когда разрабатывали учебное видео и составляли сценарий для учебного видео. Работает. Очень хорошо работает, позволяет снять много вопросов и избежать потерь времени на этапе подготовки сценария, разработки сценария, ну и последующих пересъемок и затрат времени и усилий. Ага. Ну, не все толстые. Да, Евгения Ельевна, к сожалению, все не удержишь. Планирование графика Ганта. Да, конечно, вот двумерные графики – это упрощенный вариант. Спасибо, Елена Грушева, Елена. Упрощенный вариант графика Ганта. Мы сейчас смотрим, как он применяется не для планирования задач, а для работы над творческими интеллектуально-емкими задачами. Вот еще один пример – Джозеф Хеллер. Это не четыре листа формата А4, это четыре большие афиши формата такого большого листа ватмана, соединенной между собой. Вот он работу над своей книгой «Уловка» или «Поправка» в некоторых переводах 22 вёл по этому плану. Фактически это план вот этой огромной книги с большим количеством сюжетов, и чтобы не заблудиться самому, чтобы выстраивать грамотно эти сюжеты, он использовал вот такой вот вариант. Двумерный. Мы говорим сейчас о представлении информации, о визуальном представлении информации. Вот такой вариант двумерных графиков, он позволяет нам работать, применять этот инструмент не только для планирования, но и для такой творческой интеллектуально-емкой работы. Не такая же большая книга. Да, но зато как он над ней работал. Вот ещё один вариант планирования, использования двумерного графика, который делали у меня студенты. Тоже самостоятельно, сами, без какого-либо задания. Планирование аудиторных занятий, выделение цветом для лучшего ориентира. То есть создавали очень хороший обзор информации. Это тоже один из способов из приёмов тайм-менеджмента создать наглядный обзор информации для того, чтобы не терять время и не терять задачи из вида. У них было очень неудобное изначальное расписание не по датам, а по неделям. Чётные и нечётные недели, и занятия меняются, и они постоянно путались, потому что на разных факультетах было разное представление о отчётности и нечётности недели. Где-то отчёт шёл с 1 января, где-то шёл с 1 сентября. Поэтому вот такая вот путаница у них возникала. И они для себя использовали вот этот упрощённый вариант, график Ганта, двумерный график, для того, чтобы сделать удобное для себя расписание. Просто делали на месяц, на семестр. И достаточно вот такой наглядный приём, примеры использования вот этого инструмента. Но не всегда такое двумерное представление помогает. Кому-то удобнее планировать свои дела, задачи, не только с помощью ежедневника или двумерных графиков, но и с помощью интеллект-карт. Вот пример интеллект-карты, который сделала студентка. Это был первый шаг в определении своих задач в разных областях жизни. То есть здесь два принципа она использовала. Это определение своих ключевых областей жизни и тех задачей, тех подцелей, которые стоят в каждой из этих областей. Более подробно один из кусочков я вам покажу. Вот одна из ключевых областей семья. И вот такое подразделение. Всю ключевую область она сводит к задачам, которые необходимо выполнить в этой области. А вот дальше идёт уже разделение задач на жёсткие и гибкие, те, которые могут быть привязаны конкретным сроком, имеют время исполнения, те, которые могут быть записаны в гибкие задачи и те задачи, которые относятся к контекстным. То есть она здесь ещё применяла принцип контекстного планирования. Это, опять же говоря, первый шаг в планирование, которое она сделала. Но это помогло ей структурировать и сделать такую тематическую разбивку по тем задачам, по тому огромному туду-листу, который у неё был. Тот же самый принцип интеллект-карт и инструмент интеллект-карт мы используем, например, для запоминания информации, для подготовки к зачёту. Хотя иногда студенты представляют не интеллект-карту, а в таком виде. Создают инфографику. Это студент первого курса. При подготовке к зачёту делал конспекты, вёл конспектирование, создавая в конве вот такие вот инфографические конспекты. Ему было легче так. По картинкам, говорит, я легче запоминаю. И самую основную ключевую информацию он выводил вот в таком виде. Значительно снижалось время на подготовку к зачёту и к экзамену. Ещё один из способов, где студенты применяют интеллект-карты, рисуют карту курса. В принципе, одни и те же темы мы изучаем, но вот содержание этих темы они заполняют уже самостоятельно. И каждый создаёт свою карту. Причём очень интересно, существует большое количество инструментов, которые позволяют создавать такие интеллект-карты. И на курсе мы подробно ознакомимся уже и работаем с этими инструментами в онлайн. Но, как показывает практика, я не ограничиваю студентов, кстати, пользоваться каким-либо инструментом. Большинство рисует руками. Вот не знаю, почему. Да, совершенно верно, Вероника Иршатова. Способ хороший. И студентам, и колледжатам его даю. Они с удовольствием конспекты пишут не очень, а вот интеллект-карту и конспектирование в виде интеллект-карты делают с удовольствием. И почему-то предпочитают именно ручками. Вот ещё один пример. Тот же самый курс, то же самое задание, та же самая интеллект-карта. Да, да, да. Поэтому я их и не ограничиваю, Евгения Юрьевна. Конечно. И вот ещё один из вариантов. Да, тоже интеллект-карта курса. Вот три совершенно разных. У каждого получается своё. Каждый делает так, как удобно запоминать и потом воспроизводить информацию ему. Кстати, этими картами я им разрешаю пользоваться на итоговом контроле. Но только своей и только показав её мне предварительно. Это сокращает, во-первых, время на подготовку к ответу. Помогает сконцентрироваться на сути, а не вспоминать, как же там эта задача называется жёсткая, твёрдая, железная, непререкаемая, неприкасаемая. Он думает о том, о сути, а не о том, что он сейчас забудет какое-то правильное слово. Он его может посмотреть в карте. И снижается вот этот экзаменационный стресс. Они лучше запоминают информацию, они чувствуют себя спокойнее и увереннее, они лучше отвечают. Кстати, отвечают быстрее и более логично, структурировано простраивают свои ответы. То есть пользу от создания таких интеллект-карт мы со студентами уже ощутили в последнее время такое одно из любимых заданий, наверное, в тайм-менеджменте, которое они делают. Это вид пространственного конспектирования. Так мы его и рассматриваем. Еще один хак, еще один прием, который можно применять при принятии решений, это метод Сьюзи Уэлча. Называется правило 10-10 на 10. Это способ, позволяет нам избежать воздействия кратковременных эмоций. Почему трудно принять решение выполнить какую-то мелкую, не требующую затрат сил и времени задачу или работу? Очень часто это кратковременные эмоции, и иногда негативно. Вот когда мы принимаем какое-то наихудшее решение, очень часто потом мы ссылаемся на то, что это было сделано в порыве таких инстинктивных эмоций. Но, к сожалению, не-не-не, нормально, нормально, 10 лет нормально. К сожалению, правило Ctrl-Z, горячая клавиша, отменить принятое решение в жизни не работает, поэтому есть вот такой хороший способ, который позволяет его избежать. Проверить свои эмоции, что вы будете чувствовать, если вы примете данное решение, если вы это сделаете или не сделаете, через 10 минут, через 10 месяцев, а попробуйте через 10 лет. Кстати, очень близко к этому способу относится метод Саймона Мотрома. Это основатель и руководитель компании РАФА, лидеры в области элитной велоэкипировки. Он писал фейковые бизнес-планы, и, как он сам говорил, рекомендую писать фейковые бизнес-планы, но фейковые, конечно, в кавычках. когда его компания была отроду где-то 5-6 месяцев, и перед ним стояла задача разработки стратегического плана действий, он идеи в голову не шли. Он говорит, возникло то самое состояние ступора. И тогда, говорит, я попробовал такой прием написать, представить себе, что прошло 5 лет, и я пишу статью о нашей компании, о ее развитии в журнал Fortune. Вот тут, говорит, фантазия разыгралась, но основанная на тех реальных данных, которые у него были, конечно же. Написал, говорит, на одном дыхании. Каково же было удивление, когда через 5 лет в журнале Fortune выходит статья, он говорит, я ее читаю, я уже забыл про этот бизнес, фейковый бизнес-план, про эту фейковую статью. Но читая реальную статью, мне, говорит, возникло ощущение дежавю. Большинство из описанных им 5 лет представлений о будущем компании, они исполнились. Ну, конечно, в различных вариациях, какие-то детали расходились, но в целом оно реализовалось. Это к вопросу о видении цели. То же самое можно делать и с задачами. Этот же самый способ работает, когда нам нужно принять решение есть, не есть лягушку. Еще один из терминов в тайм-менеджментах реально помогает, реально работает. И со студентами еще одно из заданий тайм-менеджмента, которое мы делаем, которое они делают, это написать один день, описать свой день и жизни достигнутые цели. Оказывается, это очень сложно представить в деталях, увидеть, почувствовать, услышать, что происходит там, как оно выглядит. Но это реальный способ понять, нужна ли мне эта цель, туда ли я иду, нужно ли мне это делать. И может, Евгения Гриевна, конечно, может. И последний из наших хаков, один из самых последних, это таблица расчета ресурса времени. Это уже чисто тайм-менеджерский инструмент, который мы разработали. Ага, Вероника Иршатовна говорит, большие цели делим на мелкие и вперед. Да, делим на мелкие, есть техника квантования целей, мы ее тоже подробно разбираем. Там есть несколько уровней, на которые мы эти цели делим и доходим до уровня систематического процесса, вот те самые ежедневные дела и задачи, с которыми у нас часто и возникают проблемы. говоря о движении к целям, важно понимать, каким ресурсом времени мы обладаем. Вот свои финансы мы, как правило, знаем гораздо лучше, чем капитал собственного времени. Вот такая штука, как таблица расчета ресурса времени. Здесь взято для примера, 42 дня активных часов осталось 1008, казалось бы, мы все успеваем. Да, это та самая обычная ловушка времени, в которую мы часто попадаем. А у меня еще два месяца, я все успею. Если мы проведем по этой таблице более полный расчет, окажется, что в реальности у нас времени всего 168 часов. Вот из этих 1008 в реальности мы обладаем ресурсом времени на выполнение, на реализацию проекта, на решение задачи, на достижение цели, для которой мы поставили вот этот промежуток с 1 марта по 27 апреля, 168 часов. Интерактивный вариант такой таблицы у нас есть, он работает, он действующий, здесь не, там не надо считать вручную, там только нужно подставить свои данные, и он расчет сделает сам. Вот такую таблицу мы разработали со студентами и я даю им ее для пользования, когда определяем сколько же у нас времени есть на подготовку к зачету, на выполнение того или иного исследовательского или проектного задания, они этой таблицей пользуются, причем пользуются достаточно активно. Да, это шок, да, это стресс, но это то, что позволяет собраться и более внимательно относиться к использованию своего ресурса времени. Ну и, конечно же, все задачи мы выполнить не можем, особенно действуя в условиях ограниченности времени, часть из них приходится делегировать, либо еще один вариант, это использование командной работы, принятие коллективных решений. Вот при разработке онлайн-курсов мы, например, пользуемся таким, есть у нас такое объединение, распределенная команда, преподаватели, авторы, разработчики онлайн-курсов из различных вузов, из различных уголков нашей страны, назвали мы это все так несколько забавно колхозом, Рособор-колхоз, на самом деле это значительно снижает затраты времени при разработке онлайн-курсов, при совместной разработке онлайн-курсов, потому что многие решения мы находим и принимаем совместно. Это на самом деле здорово помогает, на себе прочувствовала. То, над чем ты бился неделю, оказывается, вот такой распределенной командой решается достаточно быстро за считанные часы. Ну и еще парочку таких преподавательских таймхаков я вам покажу уже не на слайдах, а в реальной жизни. Про напоминалки и стикеры. Это таймхак, который, это уже не онлайн, это уже оффлайн, хак, который мне подсказали мои колледжа, показали, когда мы говорили о напоминалках о своих делах и задачах. Я увидела это у студентов, попробовала применить у себя, работает великолепно. Стикер на телефон. Вот какие-то задачки позвонить, напомнить, переслать, отметить, то, что не требует большого времени, вот эти лягушачьи задачки, на стикер и на телефон. Напоминалка под рукой, здесь применяется принцип контекстного планирования, напоминалка всегда должна быть под рукой, так как телефон это мой рабочий инструмент, он у меня постоянно под рукой даже в дороге. Стикер это то, что мешает держать, но я знаю, что я его могу отклеить только тогда, когда все задачи из этого списка будут выполнены. Ну, во-первых, ограничение по количеству задач, много задач на стикер не влезет, приклеивать только один стикер. Реально такая хорошая штука, которая сама сигналит о том, что есть какие-то задачи, которые нужно выполнить. Внутрь телефона, Евгения Юрьевна, можно, но выскочит ли напоминалка в Кайрос, во-первых. Как правило, напоминалки выскакивают не в Кайрос, не в тот нужный момент, когда их нужно выполнить. Во-вторых, каждый раз лазить, открывать телефон, смотреть заметки, либо выставлять какие-то сигналы не всегда бывают удобно. Мне, например, удобнее вот это. Если вам удобнее пользоваться заметкой в телефоне и каждый раз туда лазить, то, конечно, каждый выбирает инструмент для себя. Мне вот это приятнее и удобнее. Второй хак, тоже онлайновый, это проведение такого оффлайнового, проведение такого оффлайнового тестирования. Не все тесты мы проводим в онлайн. Вот силиконовый. На, 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 силиконовый. Отлично. Пошли, пошел креатив, пошла работа нашей распределенной команды, начали предлагать решение как можно еще. Еще один способ, как сократить время на проверку тестов. Очень часто приходится проводить тестирование оффлайновое на большие потоки. Две-три группы это от пятидесяти минимум человек и выше. И проверить все тесты, а время ограничено на проведение тестов и на итоговые мероприятия и на проверку. Собой, честно говоря, забирать домой и проверять в течение двух дней мне очень не хочется, поэтому решила оптимизировать и применить вот такой простой хак, который позволяет это уложить в полторы пары мероприятия с написанием теста, с выставлением оценок, с проверкой, с заполнением ведомостей, зачеток и так далее. От пятидесяти человек и выше. Личный рекорд полторы пары 187 человек было проверено. Совершенно простая вещь, которую я вспомнила из опыта работы преподавателя свою бытность студентом видела, как одна из преподавателей применяла такую штуку для быстрой проверки тестов. Я ее попробовала, да, действительно, работает и реально в разы экономит количество времени. Студенты получают тестовые задания, они отвечают на форме, просто выбирая правильный и неправильный ответ, а у меня есть вот такая же форма, только с вырезанной окошки для правильных ответов. Поэтому вся проверка вот этого огромного количества тестов, это только одна часть у нас на 20 вопросов, а таких частей две, она занимает буквально считанные секунды. И мне не надо вычитывать и вылистывать огромный объем информации бумажных тестов. Ну и раз уж речь зашла о пересдачах, простая совершенно вещь, но реально работающий хак. Еще один вариант, как защитить свое время и сократить его на постоянное объяснение, это использование бота. Вот это тема, которая меня в последнее время зацепила. И сейчас я работаю над созданием двух таких ботов, которые помогают сэкономить время при пересдаче. Постоянно начинается поток студентов, подходящих перед лекциями, во время перемен, после лекции, как пересдать ваш предмет, а что для этого надо, и каждому объяснять. В субботу у меня просто реально сел голос, потому что подошло человек 10 в разное время, и каждому одно и то же повторять, я себя чувствовала уже сама таким ботом. Вот тема создания ботов меня реально зацепила, как сделать, как делегировать свои функции по вот этому объяснению, как выполнять задания, как сдать, что для этого нужно. Да, можно написать инструкцию, можно ее выслать по электронной почте, можно раздавать им печатные листочки, все ли читают, всегда ли до конца, и не возникает ли у них вопросов. Они возникают. Вот как снять себя вот эту функцию по максимуму, вот в создании ботов, который, кстати, в Рособраколхозе очень активно сейчас идет работа. Меня реально зацепило. И первый опыт мы попробовали сейчас со студентами. Идет хорошо, они с удовольствием общаются, они получают ответы на вопросы, но, конечно, я их прошу писать, если что-то там непонятно, все равно еще контролирую, да, будто нужно тоже обучать. Поэтому, если кого-то заинтересует вот этот вопрос автоматизации некоторых функций, рутинных функций, которые можно себя снять, бот нам в помощь. Где это можно найти? На сайте Educons онлайн. Вот здесь ссылочка есть, если кому-то интересно, я могу в чат ее скинуть. Там же есть, кстати, очень хорошее пособие, как этого бота можно создать самостоятельно. Я попробовала, очень быстро делается, очень просто. Достаточно интересная вещь для использования в качестве такого инструмента тайм-менеджмента, такого еще одного тайм-онлайн уже хака. сложно ли делать ботов, нужны технические знания? Геннадий Васильевич, технических знаний здесь не нужно, здесь важно просто простроить вот эту логистику вопросов-ответов. Лучше почитайте, вот здесь на скрине в самом низу написано создание бота, практическое руководство для начинающих. Его почитать, это минут 10 на прочтение, еще минут 10-15 на освоение этой техники. это очень простое действие, сложнее и дольше составить правильные вопросы, ответы, продумать вот этот контент. Итак, коллеги, мы с вами добрались до нашей завершающей стадии, все ссылочки я вам сейчас скину. Они есть на экране, и вот я вам сейчас скидываю, вот эта ссылочка, эта ссылочка на страницу, да, Алла Алексеевна поняла, вот страница по информации по ботам, вот эта ссылочка, эта ссылочка на сайт Edicons онлайн, где тоже достаточно много интересной информации и по ботам, и по аватарам, и по совместной деятельности. есть книгу, у меня в самом начале просили по тайм-менеджменту название пишу, тайм-менеджмент полный курс под редакцией Глеба Архангельского издательства Alpina Publishers Найти ее можно кстати в интернет магазине на портале издательства Директ Медиа в Библиоклубе в интернет магазине эта книга есть ссылочку на всякий случай там да вот поэтому сайтом можно зайти найти интернет магазин и там эту книгу читать читать уже купить и читать онлайн о чем этот о Геннадий Васильевич у нас уже сходил посмотрел курс на нашем сайте тайм-менеджмент в образовании Лариса Анатольевна увидела ваш вопрос про калькулятор оставшегося времени скорее ресурса времени сразу на два вопроса и отвечу вот этот курс спасибо Геннадий Васильевич за вопрос только хотела о нем рассказать это тайм-менеджмент в образовании это более подробное и детальное рассмотрение с практическими занятиями тех вопросов которые мы сегодня только-только с вами краешком затронули мы сегодня поговорили о разных некоторых работаем выполняем практические задания по на конкретных пример из конкретных примеров участников то есть у нас есть задания учебные и тут же мы разбираем конкретные задачи для кого этот курс для всех кто интересуется темой тайм-менеджмента хочет применять вот эти правила принципы методы использовать технологию тайм-менеджмента в своей практической деятельности в первую очередь для тех кто учит и для тех кто обучает для преподавателей для тренеров для авторов разработчиков онлайн курсов для студентов то есть для всех кто связан с обучением удостоверение о повышении квалификации да есть такая возможность Геннадий Васильевич мы можем выдать удостоверение о повышении квалификации установленного образца естественно по желанию если есть такое желание там только стоимость курса будет несколько выше на стоимость этого удостоверения это буквально считанные копейки для мотивации подготовки к ЕГЭ классная вещь будет да Лариса Анатольевна вот кстати есть у меня серия материалов сама провожу занятия для школьников и подготовка к ЕГЭ и для старшеклассников в рамках наших партнерских программ университета Синергия и в рамках довозовской подготовки и эти вещи в нашем курсе мы также разбираем то есть там два основных направления во-первых как научиться самому управлять своим собственным временем а второе как это методически можно донести до студентов как это можно включать в свои занятия как эти принципы приемы техники тайм-менеджмента можно использовать на своих занятиях итак коллеги значит для Светлана Геннадьевна значит по полный текст бесплатно вот это еще проверим есть ли это партнерский сайт который по согласованию размещает этот текст это одно если это торрент и пиратская копия это уже вопрос о нарушении авторских прав поэтому коллеги лучше пользуйтесь проверенными сайтами очень осторожно с теми текстами которые размещаются просто бесплатно доступе скорее пиратские копии на этом не очень приятно бывает увидеть такое часть кстати уже были прецеденты судебных разбирательств и часть таких торрентов книгу убрали с открытого доступа поэтому с этим поосторожнее итак коллеги всем спасибо за сегодняшнюю встречу за сегодняшнее занятие если будут вопросы мой адрес электронной почты здесь есть приходите на курс записывайтесь для участников сегодняшнего вебинара цена 2500 где-то на 2 месяца работы нам с вами хватит полностью цена курса по мере приближения запуска будет увеличиваться до 4800 поэтому пока есть возможность присоединить если остались какие-то вопросы нераскрытые не заданные мы там сможем это все с вами разобрать итак всем спасибо за сегодняшнее участие так надежда павловна увидела один вопрос по презентации презентация будет будет запись вебинара презентация будет выложена в самом курсе и так же как и остальные части презентации открытый доступ я презентации сейчас не даю по честному скажу запись вебинара будет итак всем спасибо за сегодняшнее участие всем удачного дня и еще раз коллеги с праздником я отключаю вещание но какое-то время я еще побуду в комнате поэтому если вопросы будут возникать welcome пожалуйста задавайте всего-сего доброго а так а так я на спасибо спасибо за подробные интересные вебинары я надеюсь что и курс будет такой же интересный а вас коллеги я тоже благодарю за участие сегодня у нас была переполненная комната к сожалению наша вебинарная комната ограничена 100 участниками и не все смогли попасть но что ж приходите на другие вебинары Татьяны будет так же интересно ну и на прочие вебинары Директ Академии приходите тоже мы ждем вас до новых встреч м продавше вебинарная он о Да и Продолжение следует...